Как минимум 11 убитых, десятки раненых, более сотни задержанных. Выборы в Конституционную Ассамблею Венесуэлы прошли на фоне кровавых столкновений оппозиционных демонстрантов и полицейских. Среди жертв насили один служащий национальной гвардии, как минимум трое несовершеннолетних. Военные уверяют, что в результате их действий не пострадал ни один человек. Министр обороны заявил, что его подчиненные лишь защищали право граждан на воле заявления. Президент Мадуро объявил о победе провластных кандидатов среди прошедших новый орган власти Сильвия Флорес, супруга главы государства. Венесуэльский народ продемонстрировал, что когда злой рок бросает ему вызов, когда антигосударственная олигархия, империализм идут против нас, именно тогда кровь освободителей в наших сердцах заявляет о себе на весь голос. Оппозиция уверяет, что выборы провалились, реальная явка была 15%, в три раза ниже заявленной, при том, что многих госслужащих заставляли идти на избирательные участки принудительно. Мы не признаем результаты этого обмана, для нас они ничего не значат, они просто не существуют. И мы продолжим нашу битву до тех пор, пока в стране не будут восстановлены конституционный порядок и демократия. Саму идею выборов нового органа, призванного изменить основной закон государства, оппозиции считают неконституционной. Президент Мадуро, наоборот, уверяет, что ассамблея, где будут представлены различные слои населения, поможет примирить противоборствующие стороны.